Разморождены И выше, и выше, и выше В Терзани растет градиент И в каждом тракте зарядышит Сболивший в этот метр студент Доброе утро, пора начинать Итак, мы договорились, что с точки зрения математики Второй закон Ньютона Д2Р По ДТ дважды равняется единица на Н Р, которая может зависеть от времени, от положения тела и от скорости Представляет собой дифференциальное уравнение второго порядка в обыкновенных производных И эта задача имеет однозначное решение Если заданы два начальных условия Р от Т равная нулю равна Р с нуликом И В от Т равного нулю равна Р с нуликом Такая задача всегда имеет решение Хотя как ее решать Интепенс Так вот, мы сегодня с вами поговорим о простейших случаях Когда такая задача решается аналитически И первый случай И не прежде всеми взаимодействиями Кроме взаимодействия тела с землей Тело движется, любое тело с одним и тем же ускорением Г Если А от Т равняется Г То подставляя это выражение во второй закон Г Ф равняется МА Но если А равно Ж Мы получаем что около земли Но любое тело действует Сила терпицы равна МЖ И в первом приближении Ж констант На самом деле это не так Мы будем потом все это уточнять Окажется, что Ж зависит от высоты Над поверхностью земли Потом окажется Что из-за того, что земля крутится Ж на экваторе поменьше, чем Ж на полюсе Можно представить себе землю так раскрученную Что вообще тело будут с экватора улетать Но пока будем считать, что Ж констант Если сила постоянно То в этом случае У нас ускорение постоянно Но если ускорение постоянно То это движение равно ускоренное Тогда зависимость скорости от времени Это В с ноликом Плюс АТ Но А равно Ж Поэтому Ф с ноликом Плюс Ну, кстати, я для более общего случая напишу Вообще говоря, если сила Ф То ускорение Это Ф делить на М В нашем случае Ф делить на М это будет Ж Тогда РТ Это начальное положение Плюс В нулевое Т Плюс половинка АТ в квадрате И в нашем случае это Р с ноликом Плюс В нулевое Т Плюс Ф На 2М Т в квадрате Итак, если нам известно Постоянная сила Мы находим скорость и положение тела И задача динамики решена Ну, на самом деле Кроме силы тяжести Существует еще достаточно много Других сил Которые Примерно постоянно И в честь этого Из-за их простоты Изучаются в школьном курсе Сила тяжести Относится к Фундаментальным гравитационным взаимодействиям Вообще Говорят для того, чтобы Выснять выражение Для сил Мало знать Положение Время И скорость тел Надо еще знать Как конкретно Существуются силы Тут, в общем-то Возникает Большая-большая Проблема Дело в том, что Взаимодействия Возникают при Сближении Практически Любых пар тел Если мы будем Перечислять Все мыслимые Пары тел То естественно Тогда выражение Для сил Будет бесконечно много Но если не бесконечно Много То очень много И вот тогда Возникает одна Красивая идея Состоящая в том, что Может быть все Взаимодействия Можно свести к Небольшому количеству Фундаментальных Взаимодействий Из которых Складываются Все остальные И тогда Может быть Достаточно Эти фундаментальные Взаимодействия И тогда мы будем Знать все Взаимодействия Но вот эта идея Оказалась Плодотворной На сегодняшний день Мы признаем Четыре типа Фундаментальных Взаимодействий Гравитационные Самые вездесущие В них Участвуют все Тела Обладающие Массой Электромагнитные Они Гораздо сильнее Чем гравитационные Гравитационные Очень-очень Слабые И поэтому Гравитационные В основном Работают Только на космических Масштабы Или в том случае Когда одно из тел Это тело Космического Масштаба Вот мы еще Гравитационное Взаимодействие С планетой Земля А гравитационное Взаимодействие С планетой Есть куда более сильные Примерно 10 С 40 Думя Нулями Раз более сильные Чем гравитационные Это Электромагнитные Взаимодействия Они уже не столь Универсальны Потому что В них участвуют Только тела Обладающие Специфическим Свойством Которое Называется Электрический Заряд И поскольку заряды бывают двух типов, гравитационные взаимодействия всегда притяжения, а электромагнитные взаимодействия могут быть притяжением и отталкиванием. В нашем макромире почти все наблюдаемые силы обусловлены электромагнитными взаимодействиями. А вот в мегамире на масштабах космоса, как ни странно, важнее гравитационные взаимодействия по простой причине. Поскольку заряды положительных, отрицательных в среднем поровну, а они то притягиваются, то отталкиваются, одноименные заряды отталкиваются, разноименные притягиваются, то на больших масштабах, как правило, электромагнитные взаимодействия компенсируются. А вот гравитационные не компенсируются, поэтому в мегамире доминируют слабые гравитационные взаимодействия. А в нашем макромире, где уже компенсации не происходят часто, доминируют электромагнитные взаимодействия. Они работают также на химическом уровне, на уровне молекул и на уровне атомов. Там нет ничего, кроме электромагнитных взаимодействий. И только если мы опустимся еще ниже на уровень ядерных и электромагнитных частиц, там возникают так называемые сильные ядерные и слабые взаимодействия, которые в классической физике практически не изучаются, потому что на уровне субатомном вообще не работает даже вот все это, и поэтому их изучать на этом уровне бессмысленно. О них стоит говорить только на уровне изучения микромира, на уровне изучения квантовой механики. На самом деле то, что имеется у нас только четыре типа фундаментальных взаимодействий, это не есть фундаментальная физическая константа. Число взаимодействий, понимание физики со временем меняется. Когда-то знали только три взаимодействия, гравитационные, электрические и магнитные. Потом оказалось, что электрические и магнитные взаимодействия это одно и то же. Их заменили едиными электромагнитными взаимодействиями. Это было сделано после создания теории относительности. Но примерно в это же время экспериментаторы открыли сильные и слабые взаимодействия. Фундаментальное взаимодействие стало четыре. Правда, сейчас уже почти закончена теория электрослабых взаимодействий. Оказывается, что слабые ядерные взаимодействия и электромагнитные это тоже в некотором смысле почти одно и то же. Может быть, со временем их станет три. Кроме того, есть еще так называемая стандартная модель, которая пытается объединить вместе и электромагнитные, и ядерные, и слабые взаимодействия. Туда только не попадают гравитационные взаимодействия. Ну и есть всякие идеи создать теории суперсимметрии, где все четыре взаимодействия рассматриваются как единое целое. Но до этой теории еще очень далеко. Вообще говоря, в физике есть две тенденции. Теоретики пытаются все более фундаментально описать взаимодействие и уменьшить их количество, а экспериментаторы пытаются найти новые взаимодействия. И вот борьба этих двух партий приводит к тому, что число фундаментальных взаимодействий всегда меняется. Я ничего сейчас не буду говорить здесь про взаимодействия, которые называются биополем и прочие околофизические взаимодействия. А вообще про взаимодействия посмотрите, я этот видеоролик поставлю, сейчас нам некогда об этом говорить, к сожалению. Хотя надо было. Но поскольку у нас одна пара недели, будете смотреть сами. Так вот, все взаимодействия в макромире, по сути дела, это электромагнитные взаимодействия, кроме гравитационного притяжения к Земле. Обычно эти взаимодействия связаны с тем, что когда мы деформируем тело, расстояние между атомами меняется, и тогда возникают силы. Когда мы атомы слишком сближаем, возникают электрические силы отталкивания, когда удаляем электрические силы притяжения. Но вот первая сила, которая здесь возникает, это сила упругости. Если вы берете какое-то тело и слегка его растягиваете, то расстояние между атомами увеличивается, они начинают притягиваться, и возникает сила противоположной деформации в первом приближении пропорционально этой деформации. И тогда сила упругости в первом приближении равна минус k на величину деформации дельта. Если рисовать график зависимости силы упругости от деформации по модулю, то лучше так, если вот так направим мыс x, то здесь сюда будем откладывать дельта r равное x, когда у нас дельта r равно нулю, мы сюда поставим начало отсчета. То есть x равное нулю, это когда деформации нет. А здесь проекция силы на направлении x. Ну так вот, когда сила, когда деформация равна нулю, сила упругости равна нулю. Когда мы растягиваем тело, атомы удаляются друг от друга и начинают притягиваться, стремясь создать силу, направленную назад, мы ее условно, ее проекты будем считать отрицательными. Правда, когда мы очень сильно растянем тело, атомы уже перестанут друг друга чувствовать, и силы взаимодействия между ними будут постепенно уменьшаться. Если мы совсем сильно растянем тело, сила упругости будет стремиться к нулю, и тело просто разорвется. Когда же мы сближаем, сжимаем тело, атомы подходят ближе друг к другу, между ними возникают силы отталкивания, и тогда, если мы тело сжимаем, сила начинает быть направлена вправо, и ее проекцию считают положительной. И она сперва растет не очень быстро, но когда атомы начинают налезать друг на друга, возникают дополнительные квантовые эффекты, и сила резко возрастает. Так что, вообще говоря, сила упругости, в зависимости от деформации, устроена очень сложно. Но на малом участке, около нуля, любую сложную криву, можно примерно аппроксимировать прямой линией. И тогда на этом участке можно написать, что fx равняется примерно минус kx, и мы получаем закон ПК. Ну, сейчас я его здесь написал на графике в одномерном случае, а вообще говоря, сила упругости пропорциональна деформации и направлена в сторону противоположной деформации, и поэтому можно это написать на квикторном виде. Ну, а теперь, если у нас есть сила упругости, то, естественно, если мы возьмем тело какое-то, и подвесим на упругое теле, обычно упругие тела называют пружинами, то пружина растянется, и на тело будет действовать сила тяжести и сила упругости. Ну, и в результате тело может находиться в состоянии покоя, если все остановилось в инерциальной системе отсчета, то второй закон Ньютона будет выглядеть так. МА – это МЖ плюс сила упругости, ну, а если тело покоится, то ускорение равно нулю, ну, и тогда МЖ плюс сила упругости равно нулю, и теперь спроецируем все на ОСХ, то можно будет написать, что 0 равняется минус МЖ плюс сила упругости. Тогда сила упругости с одной стороны оказывается равна МЖ, а с другой стороны, поскольку сила упругости равна К на деформацию пружины, мы можем написать, что она по модулю равна жесткости пружины на ее деформацию. Ну, и тогда оказывается, что деформация пружины оказывается равное отношение МЖ на коэффициент жесткости пружины, и, естественно, измеряя деформацию пружины, можно мерить силу тяжести, а поскольку сила тяжести пропорционная на массе, то при заданном Ж и заданном К по деформации пружины мы можем определять массу тела, если известно из этого параметра. Ну, так устроено взвешивание на пружинных вязах. В том случае, когда растяжение упругого тела незаметно глазом, пружина может быть очень жесткой, с большим коэффициентом К. Или, если тело стоит на опоре, то, конечно, под опорой тело немножко прогибается, но обычно мы глазом не видим этого прогиба опоры, так вот в том случае, когда деформация глазом не видна, в силу упругости принято называть силой реакции опоры или силой натяжения нити. Если груз висит на нити, которую он, конечно, на самом деле немножко растягивает, но глазом мы это растяжение не видим, мы обычно говорим, что на груз действует сила МЖ и сила натяжения нити Т, которая, конечно, на самом деле сила упругости. Но поскольку увеличение длинной нити заметить трудно, мы вот такую доведенную до абсурда предельную силу упругости часто называем силой натяжения нити. Точно так же здесь. На тело действует сила тяжести МЖ и, конечно, под действием тела опора немножко прогибается. Пол деформируется, возникают электрические силы и возникает сила упругости. Но если мы не видим и не замечаем, что пол прогнулся, эту силу упругости мы называем силой реакции опоры. Итак, сила натяжения нити и сила реакции опоры это сила, с которой нить или пол действуют на наше тело. Однако у нас есть третий закон Ньютона, согласно которому если опора или подвес действует на тело с какой-то силой, то по третьему закону саму тело действует на опору или подвес той же силой. Когда сейчас стоит на полу кирпич, МЖ это сила взаимодействия кирпича не с опорой, а с планетой Земля. А с опорой возникает сила взаимодействия Н, это сила, с которой опора действует на кирпич, но по третьему закону Ньютона с такой же по величине, но противоположным по направлению силой минус Н наше тело действует на опору. Вот эта сила называется весом тела. Итак, вес тела это сила, с которой тело давит на опору или растягивает подвес. Это определение веса тела. Извините, а там минус Н равна весу зеленому? Да, вот эта сила, с которой тело давит на опору, называется весом тела. А эта сила равна минус Н по третьему закону Ньютона. Но в связи с этим есть одна знаменитая задача о том, что больше весит килограмм пуха или килограмм свинца. И обычно все говорят хихикая, что, конечно же, одинаково, что неверно. Дело в том, что если мы взвешиваем килограмм пуха и килограмм свинца, килограмм это мера не сила, а масса, у нас есть два тела с одинаковой массой один килограмм, но разной плотности. И килограмм пуха занимает больше объем, чем килограмм свинца. Он просто больше метра занимает. Но все дело в том, что когда мы взвешиваем тело, как правило, мы взвешиваем его при наличии атмосферы. А если у нас есть атмосфера, то кроме силы тяжести и силы реакции опоры есть еще одна сила. Какая? Сила Архимеда. Но любое тело, помещенное в неподвижную жидкость или газ, действует дополнительная выталкивающая сила, численно равная весу вытесненной жидкости или газа. То есть того газа или жидкости, который занял бы объем тела. Откуда берется эта сила? Но возникновение ее примерно следующее. Дело в том, что в жидкости или газе имеются движущиеся молекулы, которые ударяют по нашему телу со всех сторон. Наверное, с этой и с этой стороны они ударяют поровну. И поэтому силы, обусловленные ударами молекул на это тело в горизонтальном направлении, наверное, компенсируются. поскольку у нас пространство вроде как изотроплено. Но вот сверху и снизу пространство у нас не изотроплено. У нас есть сила тяжести и поэтому есть выделенное направление. По этой причине тут наверху наверное молекул чуть меньше, чем молекул внизу. И кроме того внизу они еще двигаются побыстрее, чем наверху. Это следствие закона сохранения энергии, о нем разговор впереди. Поэтому молекулы снизу, их больше, и они летают быстрее, чем молекулы наверху. Поэтому какие молекулы сильнее по этому телу? Нижние или верхние? Нижние. Появляется нескомпенсированная сила, которая как будто бы выталкивает тело наверх. Вот так возникает архимедовая сила. Естественно, когда молекула ударяет по телу, она подлетает к молекулам тела, взаимодействует с ними электрически, архимедовая сила это тоже электромагнитная сила. Так вот, оказывается, что архимедову силу достаточно просто сосчитать. Если мы возьмем просто объем газа около поверхности Земли, то опыт показывает, что газ около Земли может быть в состоянии покоя. Поэтому если в этом объеме я выделю небольшой кубик газа, то на него с одной стороны действует сила тяжести, масса газа на Земле. Но мы знаем, что газ в газе не падает. Это значит, что сила тяжести должна скомпенсировать какая-то другая сила. И вот эта сила и есть сила Архимеда. Снизу на этот объемчик газа молекулы бьют сильнее чаще, чем сверху. Поэтому действует еще сила Архимеда. И понятно, что если объем газа в газе покоится, это означает, что эти силы уравновешены. И по модулю сила Архимеда равна произведению массы газа внутри выделенного объема на G. Но масса газа внутри выделенного объема это произведение плотности газа на объем тела на G. ну вот это выражение для силы Архимеда, где V это тот объем, из которого тело вытолкнуло газ. Мы подразумеваем, что если сейчас вместо этого пустого объема заполненного газа мысленно сюда поместить какое-либо тело, то по нему молекулы будут бить так же, как били по объему газа. И значит на это тело будет действовать такая же Архимедовая сила. Это конечно не совсем точно. Можно придумать тела, которым в отличие от газа будут прилипать молекулы, и тогда на него будет действовать Архимедовая сила, не такая, как действует на объем газа. Но как правило молекулы друг от друга отскакивают, и удары молекул, что по телу, что по газу, или жидкости, которым мы заменили тело, происходят одинаково, тогда выражение для Архимедовы силы такое. Так вот, в том случае, когда мы взвешиваем тело в атмосфере, кроме силы реакции опоры еще действует Архимедовая сила. И теперь второй закон Ньютона будет выглядеть совсем по-другому. Массовое ускорение это есть сила тяжести плюс сила реакции опоры плюс Архимедовая сила. Если теперь я все спроекцирую на оси Х, то поскольку если тело находится в неподвижном состоянии и здесь ноль, то мы получаем, что ноль равняется минус МЖ плюс Н плюс сила Архимедовая. Тогда Н силы реакции опоры, а мы договорились, что вес численно равен силе реакции опоры, поэтому я сейчас сосчитаю Н силой реакции опоры, я сосчитаю в общем-то вес. Н будет равен не МЖ, а МЖ минус сила Архимеда. Но сила Архимеда равна произведению плотности газа на объем тела на Ж. Чтобы найти объем тела, я массу тела поделю на плотность тела. Тогда у меня здесь тоже получится МЖ, и МЖ я вынесу за скобки. А в скобках получится единица минус отношения плотности газа к плотности тела. Поэтому вес тела на самом деле равен не МЖ, а равен МЖ на единицу минус отношения плотности газа, в котором тело взвешивается к плотности тела. Скажите пожалуйста, у чего больше плотность у пуха или у свинца? У свинца плотность тела больше, поэтому в случае свинца из единицы вычитается меньшая величина, чем в случае пуха. Поэтому господа, килограмм свинца на земле весит больше, чем килограмм пуха. А у меня вопрос. А что такое плотность объем с точки зрения физики вообще? Объем это с точки зрения математики. Это вопрос к математикам. Если у вас есть какое-то тело, объем которое трехмерное, вы его будете делить на все меньшие и меньшие клеточки, на такие кубики. И рано или поздно ваше такое деление вас будет удовлетворять. У вас здесь тут у вас будут получаться полные кубики, а здесь они будут немножко усеченные. Но когда вы кубики сделаете достаточно маленькими, вы такими кубиками неплохо приблизите внутреннюю часть этого тела. Так вот объем кубика это произведение его трех сторон. Если кубик, это а параллелепепепет а плотность по определению отношения массы к объему тела. Обратите внимание, самое интересное Что будет, если плотность тела равна плотности газа? Тогда это единица И тогда сколько будет весить тело? Ноль Это известный вопрос Сколько весит килограмм воздуха вблизи поверхности Земли? Ответ – ноль Потому что на килограмм воздуха действует выталкивающая сила Архимеда Которая полностью компенсирует силу тяжести И килограмм воздуха около Земли на Землю абсолютно не давит А вот килограмм воздуха около поверхности Луны Будет весить не ноль Потому что там нет алхимедогой силы, там нет атмосферы Поэтому, вообще говоря, конечно, корректный ответ на вопрос о том Что больше весит килограмм пуха и килограмм свинца Он такой Если взвешивать на планете имеющую атмосферу То, конечно, килограмм свинца будет весить больше А если взвешивать на планете без атмосферы, например, на Луне То, вообще говоря, они будут вести одинаково Однако Когда-то, когда я это говорил на сильном потоке Один очень хороший студент сказал Нет, Александр Сергеевич, вы не правы Но Луне килограмм пуха будет весить тоже чуть-чуть меньше, чем килограмм свинца По одной простой причине Если это у нас Луна А свинец более компактен Он вот такой А килограмм пуха, он вот такой Скажите, пожалуйста, что ближе к центру Луны? Килограмм свинца или килограмм пуха? Килограмм свинца Килограмм свинца Поэтому, даже без учета Архимедовой силы На Луне килограмм свинца весит чуть-чуть больше Из-за того, что ускорение свободного падения на самом деле не константа А зависит от расстояния от центра планеты В этом вся беда физики В физике нет однозначного ответа ни на один из вопросов Потому что физика – это реальная природа И она очень сложна И вы всегда к любому ответу можете прибавить еще какие-то эффекты Которых вы выучили В математике это не так Математика придумана человеком И если по определению сказано, что 2 плюс 2 будет равно 4 Это нельзя уточнять А в физике любой ответ на самом деле не верен Потому что его всегда можно уточнить Именно поэтому для оценки ваших знаний автоматизированным Мы используем интерактивный тест Когда возникает некоторое подобие вашей беседы с компьютером По физике невозможно придумать тест В котором будут однозначные ответы Поскольку любой ответ, в общем-то, будет не совсем верен В этом сложность физики Однако если тело находится на опоре Сила реакции опоры – это не единственная сила, которая действует на тело Давайте представим себе Что у нас опора наклонная И на нем покоится тело Понятно, что на тело сейчас действует сила тяжести Пусть у нас нет атмосферы Если у нас нет атмосферы, и тело покоится Сумма сил должна равняться нулю Поэтому сила взаимодействия тела с опорой Должна равняться силе тяжести Это сила взаимодействия тела с опорой Но вот эту силу в данном случае Принято раскладывать на две составляющие На силу перпендикулярную опоре Ее по-прежнему называют силой реакции опоры В данном случае не всю силу взаимодействия тела с опорой Называют силой реакции опоры А силой реакции опоры называют только Перпендикулярную поверхность опоры составляющей Но есть и вторая составляющая Которая в сумме с N дает силу Как называется вторая составляющая? Сила трения Это сила сухого трения В данном случае сила покоя Поэтому есть две электрические силы В общем случае Возникающие при взаимодействии тела с опорой Сила реакции опоры То же самое, что и сила упругости И сила сухого трения С силой сухого трения большая проблема Поскольку вы любите говорить Что сила сухого трения Равна мю к эвценту трения на МЖ Это абсолютно не верно В данном случае она не равна Мю на МЖ А в данном случае она равна Мю на МЖ косинус А Ну естественно Для того, чтобы Сила трения Скомпенсировала силу тяжести И силу реакции опоры Надо, чтобы было такое значение Однако это тоже не верно Если мы говорим Что сила трения равна Мю на Н Значит вот это не верно Часто говорят, что она равна Мю на Н Это тоже не верно Где она сила реакции опоры? Представьте себе, что тело Неподвижно стоит на горизонтальной опоре Сейчас есть сила реакции опоры? Есть Конечно Есть сила тяжести Есть сила реакции опоры Если мы говорим, что сила трения равна Мю на Н То сейчас, когда тело стоит на горизонтальной опоре Сила трения не равна нулю Тогда вопрос, куда она направлена? Сюда? А почему не сюда? Но даже если бы сила трения сейчас была направлена сюда Что бы стало с этим телом? Оно бы из-за силы трения начало скользить по опоре Что является глупостью Господа, когда тело стоит на горизонтальной опоре Сила трения равна нулю Нет никакого трения сейчас Трение возникнет в том случае Когда вы начнете тянуть тело с какой-то силой Эф И вот если тело, покоящееся на опоре Я пытаюсь начать толкать или тянуть Смотрите, я его толкаю, а оно не двигается Это значит, что сейчас сумма сил действующих на это тело равна чему? И это значит, что пока я слабо толкаю или тяну тело Сила трения в точности равна силе сдвигающей Эф И она такая, чтобы тело оставалось неподвижным Поэтому, если я буду рисовать график В зависимости силы трения От величины сдвигающей силы Эф Ну, модуль силы трения От сдвигающей начиная Эф То, когда сила сдвигающая равна нулю Сила трения равна нулю А если я начинаю увеличивать сдвигающую силу То пока тело стоит на месте Сила трения растет вместе со сдвигающей силой Так что сумма этих двух сил равна нулю И тело продолжает стоять неподвижно Но если я буду толкать тело все сильнее и сильнее В какой-то момент тело начнет проскальзывать И когда оно начало скользить Это означает, что я давлю на тело силой больше, чем сила трения Так вот, оказывается, есть некое максимальное значение силы трения Больше которого она расти не может И вот это максимальное значение равно нулю на н Если сила трения достигает максимального значения Равного произведения коэффициента трения на силу реакции опоры Дальше трение не растет И остается постоянным Вот так устроена сила трения Она уже не совсем константна Но иногда силу трения разделяют на две силы Пока тело не сдвинулось, говорят, что это сила трения покоя И сила трения покоя всегда такая Что она заставляет тело стоять на месте Она компенсирует все оставшиеся силы А когда тело стало скользить Эту силу трения, когда уже тело перестает Сила трения дальше расти Эту силу трения называют силой трения скользя Вот так хитро устроена сила сухого трения Ну и здесь я вам все-таки тоже продемонстрирую Одну задачку Это известная задача о том Как на горизонтальной опоре Стоит какое-то тело Масса М И его кто-то пытается сдвинуть Прикладывая силу не горизонтально, а под углом альфа Спрашивается С какой минимальной силой надо тянуть Чтобы тело сдвинулось Давайте нарисуем Все мыслимые силы, которые действуют на наше дело Какие же у нас есть силы? Сила тяжести Прежде всего сила тяжести Кстати, пока мы занимаемся материальной точкой Наше тело вообще точечное То, что я его нарисовал в виде какого-то кирпича Это просто для красоты рисунка Пока мы занимаемся физикой и материальной точкой Все силы надо прикладывать к одной точке У нас есть сила тяжести Сила реакции У нас есть сила реакции опоры Равна ли сейчас сила тяжести и сила реакции опоры? Ни в коем случае Нет Потому что если бы она равнялась Они компенсируют друг друга И тело бы стало проваливаться сквозь пол Из-за этой силы Поэтому сейчас силы реакции опоры больше, чем силы тяжести Ну и кроме всего прочего Есть сила трения Которая направлена вдоль Вдоль поверхности разделяющей, трущейся тела И куда же направлена сила трения? Обычно говорят, что сила трения Всегда направлена против движения Это неправда Вот сейчас, когда я начал идти Из-за чего я иду? Из-за того, что я ногой отталкиваюсь от пола Я пытаюсь, чтобы моя нога проскользнула в эту сторону Туда А сила трения, если я пошел в это направление Куда? Прямо В сторону движения Кстати, когда вы едете на автомобиле и разгоняетесь То колеса трутся об асфальт Но сила трения направлена в сторону движения Когда автомобиль едет с включенным мотором Иначе бы зимой никто ледяную дорогу не посыпал песком Если вы на автомобиле уменьшите силу трения И будете разгонять колеса на льду Они у вас будут крутиться И у вас автомобиль никуда не поедет А если вы посыпете песком лед То автомобиль поедет Поэтому в данном случае Сила трения направлена в направлении движения автомобиля Так вот, господа, сила трения всегда направлена так Чтобы препятствовать смещению соприкасающихся поверхностей Поэтому на поверхность нашего тела Сила трения сейчас направлена в эту сторону К этому телу хочется сместиться в эту сторону Поэтому вот так направлена сила трения Ну тогда второй закон Ньютона М на А равняется МЖ плюс Н Плюс сдвигающая сила Плюс сила трения Всегда решение задач по динамике Начинаем с записи второго закона Ньютона А теперь, чтобы не работать с векторами Мы перейдем Надо выбрать удобную систему координат Я думаю, что разумно Ось Х направить сюда А ось У направить сюда И спроецируем это равенство На ось Х и У На ось Х В принципе тело может начать сдвигаться Поэтому может быть Х компоненту скорее Проекция силы тяжести Н На ось Х нулевые Проекция силы Ф Это будет Ф на косинус А И проекция силы трения минус А На ось У Поскольку тело, явно когда мы его так на него давим И не взлетает, и не проваливается сквозь пол Поэтому на ось У ускорение равно нулю Проекция силы тяжести на ось У Минус МЖ Проекция силы реакции опоры Плюс Н Еще есть проекция на ось У От силы, с которой мы давим Это будет минус Ф На синус А Вот получилась такая система уравнений Понятно, что у нас тело начнет двигаться Когда у нас ускорение станет положительным В том случае, когда Ф косинус А Станет больше, чем сила трения Итак, для того, чтобы тело начало двигаться Надо, чтобы Ф Косинус А Оказалось больше или равна силе трения Но сила трения В том случае, если тело уже готово начать движение Пока мы давим слишком слабо То еще никакого начала движения не происходит И сила трения просто компенсирует Горизонтальное направление силы тяги Но когда тело уже вот-вот начнет скользить То тогда сила трения Оказывается равной Мю на Н Но Н можно выразить из второго уравнения Из второго уравнения Н равняется МЖ Плюс Ф Синус А Как я и говорил, у нас сила Н больше, чем МЖ Потому что мы еще действуя на тело Придавливаем его немножечко к поверхности Поэтому здесь у нас будет Мю МЖ Плюс Мю Ф Синус А Ну что ж, у нас получилось неравенство для силы Ф Переносим это слагаемое сюда И получаем Ф Косинус А Минус Мю Синус А Равняется Мю ММ Тогда Минь не равняется, а больше или равно Тогда для того, чтобы тело сдвинулось Нужно приложить силу Большую или равную Мю МЖ Делить на косинус А Минус Мю Синус А Вот если сила будет больше этой величины Тело начнет задвигаться Но посмотрите, какая у нас возникла жуткая опасность А представим себе, что Мю такое Что Мю Синус А Равняется Косинус А Нетрудно понять Что если Мю Синус А Равняется Косинус А То тогда Мю будет равно Катангенс А Так вот Если мы давим на тело под углом Катангенс, которого равен Мю У нас в знаменателе сколько получается? Ноль Но если Конечную величину Мю МЖ Поделить на ноль Мы сколько получим? Бесконечно большую величину И тогда оказывается, что в этом случае Чтобы тело сдвинуть На него надо действовать бесконечно большой силой А это означает, что тело никогда не сдвинется И это явление называется заклиниванием Если я действую на эту коробку фломастеров горизонтально Рано или поздно она начинает двигаться Если я действую под некоторым углом Она тоже начинает двигаться Но если я сейчас буду давить под большим углом Я сейчас не только вниз давлю Я и пытаюсь его сдвинуть Тело не сдвигается Почему? Потому что максимальное значение силы трения равно Мю на Н И когда я вот так глупо давлю Я увеличиваю Н И увеличиваю максимальное значение До которого может расти сила трения покоя И существует такой предельный угол До которого давя на тело Можно его заставить двигаться А после него хоть так, хоть вертикально давить Тело двигаться не будет Вот это явление называется явлением заклинивания Будьте осторожны Сила трения устроена достаточно хитро Я конечно хотел бы, чтобы вы сосчитались С какой силой надо действовать на тело Чтобы сдвинуть его с места Действуя силой Ф под углом Альфа Но не прижимая, а вот сюда действует Будьте осторожны Тут есть две возможности сдвинуться тело Оно может начать проскальзывать А может что еще сделать? Взлететь И надо еще подумать, что раньше произойдет Оно взлетит или начнет проскальзывать Еще на силу трения С заклиниванием есть одна Очень практически важная задача Я тоже хотел бы, чтобы вы ее могли решать Представьте себе, что у нас шоссе Заворачивает в эту сторону И радиус закругления Р Но вы знаете, что около поворота Шоссе делают немножечко наклоненно Поэтому шоссе наклонено под углом Альфа Вот по этому повороту едет автомобиль со скоростью В Автомобиль маленький Он там не может никуда переворачиваться Но едет он туда со скоростью В Внутри доски Спрашивается, с какой скоростью Может ехать автомобиль Чтобы его колеса Не проскальзывали Относительно шоссе Это непростая задача Потому что если скорость автомобиля Маленькая Ему куда захочется проскальзывать Вниз, вот сюда И в этом случае Куда на него будет действовать сила трения Вот сюда А когда автомобиль будет ехать быстро Ему куда захочется улететь Туда И тогда на него сила трения будет действовать В другую сторону Оказывается в этом случае Направление силы трения Зависит от того С какой скоростью едет автомобиль А догадайтесь Как найти скорость движения автомобиля При которой направление силы трения Меняется Наверное, когда он едет с какой-то скоростью Когда сила трения отсюда превращается В силу трения направленную сюда При этой скорости сила трения равна нулю Поэтому сперва надо решить задачу С какой скоростью при наклоне дороги альфа Должен ехать автомобиль По абсолютно скользкой дороге Чтобы не проскальзывать Когда вы эту скорость найдете То окажется, что при меньшей скорости Автомобилю захочется проскользнуть сюда И сила трения этому будет мешать Смотреть в эту сторону А если скорость больше Ему захочется проскользнуть сюда И сила трения будет смотреть в другую сторону Эта задача очень непростая Я бы очень хотел, чтобы вы на семинарах Ее разобрали Во всяком случае, это одна из задач Которая будет вам предложена на экзамен Когда я говорил, что я на лекции Буду формулировать все задачи Которые будут на экзамене Мне сказали Вы что? Всем задачи на экзамене скажете студентам? Вы их совсем идиотами считаете? Нет, я не считаю студентов идиотами Но даже в этом случае Я думаю, что вы не все На экзамене решат те задачи Которые вам будут предложены Хотя они все сформулированы Те, кто решит Тех я не считаю идиотами А вот те, кто на экзамене Не сможет решить задачу Условия, которые будут известны заранее Эти студенты Я бы не сказал, что они идиоты Но они не очень далекие Только задач будет немало У вас перед экзаменом Будет порядка 50 задач Если вы вызублите решение 50 задач Наверное, тройку с минусом Буду заработать Представляете, студент, который Может написать решение 50 задач, не понимая этих задач Это уже некоторый подвиг Я думаю, что не надо вызубливать Решение 50 задач Их надо просто уметь решать Но если кто-то говорит Я не могу научиться решать задач Чтобы сдать экзамен Вам придется зубрить решение 50 задач А дальше уже выбирайте сами Все задачи В том курсе, который выкладывается Они там формулируются периодически Они там сейчас лежат Пожалуйста, требуйте от ваших преподавателей На семинарах Разбора этих задач Они за это получают зарплату Понятно? А вам придется на экзамене Уметь воспроизводить решение этих задач Никуда не подсмотрев А уж это я обеспечу Не бойтесь Уж это-то я обеспечу И не думайте, что вам удастся на экзамене Воспользоваться мобильным Или еще чем-то Тем более Что в интернете Решение этих задач отсутствует Потому что все посты в интернете Пишутся Теми, кто не умеет решать такие задачи Будьте внимательны И решайте те задачи Которые вам предлагаются Сейчас вам уже выложено Больше чем 10 задач И они будут как ком нарастать Пока это задача школьного уровня Но мы же здесь с вами не в школе Задачи очень скоро станут Ну вот, пожалуй, все Про первый вопрос